Так, добрый день, дорогие любители кур. Так, я сейчас буду кушать жареную картошку, яичницу, огурец маринованный и ветчину. Уже сегодня текут. А тема будет женское равноправие. Кому интересно, остаемся слушать. Что же это такое, откуда это взялось и вообще надо ли оно? Так, что же такое равноправие, откуда оно вообще взялось? Давно люди хотели равноправие, мужчины с женщинами, и люди разных сословий хотели быть равноправными. Например, на Титанике в первую очередь спасали пассажиров первого и второго класса. Поэтому все хотели равноправие. Женщине, даже богатой раньше, нельзя было работать. Даже богатой, богатой даже нельзя было работать. А всю ее жизнь обеспечивал муж, и она зависела от мужа. Что муж ей скажет, то она и делает. Даже очень богатых. Тем более, это касалось, очень богатых женщин. Ну вот много примеров из произведений наших классиков. Что вот семья живет, да, там отец у них умер. Дочки не могут выйти замуж. А у них родовое поместье, дворянское. Она работать никак не может. Живет на подарке каких-то спонсоров, ухажеров. Ну, женихов, как раньше говорили, поклонников. И пока вот этот подарок не кончится, она уже ищет другой подарок. А так бы она могла бы спокойно пойти и работать. Учительница французского. Учить музыке детей, грамоте. Они еще образованные дворяне были. А так нельзя. А так ты сидишь, ждешь мужа. И живешь, в принципе, по его указке. По указке мужа, по указке семьи. Потому что если пойдешь вот работать, например, дворянка пошла бы работать. Это самое. Она бы позорила свой род. Свой титул. Поэтому так вот и мучились, и терпели мужей. Деспотов. А так понятно, что... Поэтому это вот женщины и хотели... Именно равноправие с мужчинами, чтобы работать. Ну, а про крестьянку вообще говорить нечего. Она только имела право работать внутри своего дома, по хозяйству. За территорию хозяйства она и выйти не имела право. Она нигде не была за всю свою жизнь. Только, может, в празднике ее муж выпускал торговать какими-нибудь там лаптями. Или мясом. Вот так он забьет. Вот так. Вот так это только дома сидеть. Ну, все. Развестись практически нельзя было, возможно. Крестьянам, тем более, нельзя было разводиться. Вообще никак. Ну, в общем, разводиться нельзя было. А разводы иногда хотели и мужчины, и женщины хотели развода. Надо было писать прошение, чтобы вас развели. Это, в общем, дело не одного дня. И то дадут, не дадут. Крестьянам, естественно, нельзя было. Крестьянам даже вступают в брак, нельзя было с кем ты хочешь. Раньше помещик или помещик выдавал замуж на девушку, или семья выдавала замуж. Там уж как они смотрели по этим словам. Поэтому все хотели равноправия. То есть, равноправие, ты можешь выйти замуж без надзора за тобой, родственников без надзора, там, более сильных людей. Это ты можешь работать. Например, крестьянка, да, там пошла, и без мужа работать где-нибудь за территорией дома, чтобы ее не осуждали бы. Так она могла только в территории дома работать. Образование. Опять же, только мужчины могли учиться. Сейчас учиться могут и женщины. Голосовать на выборах тоже, чтобы могли бы и мужчины, и женщины. Вот оно равноправие. А не то, что там мужчины сейчас придумали, МД движение. Даже страшно жить становится. Послушай, как они нам хотят всех убивать, всех женщин. Даже страшно становится. Нет. А женщина всего-то, что хотела себе на кусок хлеба заработать. Вот эти, особенно это богатые женщины, прежде всего, заявили о своих правах, потому что крестьянки тоже никак возмущаться не могли. Они просто заявили о правах, чтобы себе легально заработать кусок хлеба, чтобы над ними не смеялись, чтобы их, это самое, не обанкротилось их поместье. Чтобы есть что-то. А на нас, естественно, все перевернут с ног на голову и скажут, что все законы сейчас, это самое, под женщин подточены. Да, женщины сейчас могут и учиться, и работать. Но что это разве-то плохо? И лечение получать наравне с мужчинами. Это самое. И разводиться сейчас может женщины. Это самое, с мужчиной. Ну, то есть, более как-то это все стало посвободней. Прежде всего, опять же, повторюсь, что это выступали за равноправие, чтобы работать можно было дворянки, потому что их тоже насильно выдавали замуж. У них была не самая лучшая дойка, эти насильно выдают замуж, только ради того, чтобы сохранить твое поместье. И ты отвечаешь там за кучу людей, ты не можешь себе даже на кусок хлеба сама заработать. Сидишь и ждешь, что тебе даст муж. Закон. Кстати, вот этот закон, да, который вот про алименты, да, что там женщине положено 25%, так этот закон работает в другую сторону. Мужчина же тоже может отобрать у женщины ребенка, и женщина может платить 25, я же 25%. Или вообще отобрать у ребенка, например, женщине нет работы, а у мужчины женился, у него есть работа, есть хорошие условия, да, он может потребовать своего ребенка. Скажет, вот, граждане судьи, у меня более выгодные условия, были лучшие условия для ребенка, для его учебы. И все, поэтому вот тут я бы сильно это самое, не боялась бы МД-движения, что там есть женщина, может пойти в суд, там подать ДНК, экспертизу. Так вы тоже самое можете сделать. Потому что, как говорится, не говори гоп, пока не перепередешься, что вся жизнь не прожита. Может, сейчас ты там не хочешь детей, да, а через пару лет встретишь, как ты считаешь достойную женщину, это самое, выйдешь за нее замуж, а дети у вас не получатся. Потому что сильно ты этому противился. До этого. А из детдома тоже брать. Тащи лотерея. Ну, ты понимаешь, что мне брать из детдома, там, тыкаться, мыкаться, если у меня есть свой ребенок. Ну, все. Так что этот закон работает в одну и ту же сторону. Потом декрет. Мужчина сейчас тоже может уходить в декрет. Мужчина может на себя больничное формировать, когда ребенок болеет. Никто с мужчиной не спрещает с коляской. Ходить. Ну, хороший фильм. Эту тема есть. 82-го года. Берегите женщин называется. Смотрите, очень интересный фильм. Там, где женщины это самое на буксире работали. И как там пытались их ущемить, кормили одними макаронами. И им дали в помощь кока мужчина. Ну, просто посмотрите. Очень интересный фильм о правах. Тоже, ты сам помню, в колхозе там мужчины, точнее, женщины работали на комбайнах. Ну, а что тут такое? Ну, работать на комбайне. И что? Зерно убирать с полей. Что тут такого? Считалось, сильно это зазорно, когда такая женщина делает мужскую работу. Ну, если она физически может ее выполнить, чего нет. так что это движение, вот это женское, хотя, не то, что они там равны мужчинам физически, физически это не может быть равен мужчине. Потому что мужчины больше занимались трудом вне дома, добывали вот эти продукты. У них, у мужчин, кожу в 4 раза толще. Смотрите биологию. у них мозг больше, потому что они первые. Они раньше, скажем так, научились, им раньше было разрешено учиться. Поэтому, естественно, и плечи у них шире. То есть, у женщины и плечи уже, и кожа тоньше, и мозг меньше. Ну да и правда, правда это есть. Что женщина никак не равна по такому, то есть, она никак не равна мужчинам. Тут имелось в виду именно вот эти, что равна по физиологии, она никак не равна общим мужчинам, она равна только в конституционных правах. То есть, может так же ходить на выборы, голосовать, учиться, учить избираться, так далее. Ну в общем, я объяснила свою позицию. Что позиция направлена, женское равноправие направлена не на ущемление мужчин, а именно на добычу куска хлеба. Вот такие дела. Спасибо за внимание. До скорых встреч.